Доброй ночи, события дня на БТБ. Два украинских истребителя Су-25 могли сбить с территории России. Такое предположение высказал спикер информационного центра СНБ Андрей Лысенко. В ведомстве отмечают, что ПЗРК, которые имеются в распоряжении террористов, не имеют той высоты поражения, на которой были сбиты наши истребители. Летчики штурмовиков катапультировались, но их дальнейшая судьба пока неизвестна. Напомню, что Су-25 выполняли задания по авиационному прикрытию сил антитеррористической операции. После успешного выполнения задания украинскими летчиками, они были обстреляны из зенитно-ракетных комплексов мощного действия. Несмотря на противоракетные маневры и отстрел тепловыми ловушками, два наши самолета на высоте 5200 метров были подбиты. По предварительной информации, запуск ракет был осуществлен с территории России. А в интернете появилось снятое боевиками видео, сбитого террористами ДНР украинского самолета Су-25. Далее без комментариев. Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу, допустил, что истребители могли быть сбиты установками куда более мощными, чем печально известный БУК. Подобное оружие есть на вооружении России. Используются такие зенитно-ракетные комплексы, как БУК. Но в данном случае это было близко к границе. Поэтому очень большая вероятность, что уничтожение этих штабовиков происходило комплексами более мощными, чем ФЗРК, типа БУК. Есть у них и находятся на границе новые комплексы «Панцирь-1С», которые приняты на вооружение с 2012 года. И другая зенитно-ракетная техника, с использованием которой они могли бы это сделать. Говорит о том, что все шире осуществляется поддержка со стороны России тяжелой, высокоточной техникой, которая относится к зенитно-ракетным комплексам. Украинские военные в зоне антитеррористической операции сбили российский беспилотник. Он упал вблизи населенного пункта Амвросиевка, об этом сообщает пресс-центр АТО. В мае этого года силовики уже сбивали такой же аппарат. «Орлан-10» российского производства способен передавать видео на расстояние до 120 километров. Используется для наводки с дальнейшим нанесением огневого удара. Силы антитеррористической операции освободили Карлов, Кунитайлова и Первомайское под Донецком. Над местными администрациями поднят украинский флаг. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Также сообщают, что украинские войска продолжают со всех сторон окружать Донецк. В настоящее время ведутся бои в Лисичанске. Служба безопасности Украины задержала наемника Луганской народной республики, который вместе с другими террористами обстреливал жилые кварталы Луганска и позиции украинских военных. Задержанным оказался гражданин Украины Владимир Смирнов, которого завербовал россиянин. За службы террористам ему пообещали обмундирование, жилье и 2,5 тысячи гривен ежемесячно. Боевое задание было уничтожить движущуюся бронетехнику на квартале Лимирном. По три человека на расчет. Стреляли. Установки были на доме. На жилом. На жилом доме. Государство поможет пострадавшим в ходе антитеррористической операции. Депутаты приняли закон о помощи военным и мирным гражданам, которые получили инвалидность во время боевых действий на востоке Украины. С покойным обсуждением и голосованием этот день не закончился. Как это часто случается в последнее время, международными избранниками произошла драка. Подробности парламентского дня расскажут наши корреспонденты. Регионал Левченко возвращается, несмотря на запрет парламента присутствовать на всех заседаниях этой недели. Я буду работать, я получаю зарплату. Я должен работать здесь в парламенте и защищать интересы своих земляков и украинцев. Поработать Левченко не дали. Под давлением свободовцев депутат покинул зал. Под раздачу попал и главный коммунист страны Петр Симоненко. Симоненко заявил о том, что в Украине убиты с нашей стороны много тысяч украинцев. О том, что в зоне АТО убитых людей разбирают на органы. Поэтому фракция свободы требует поставить на голосование и удалить Симоненко из сессионного зала. За эту ложную антиукраинскую информацию. Впрочем, выясняется, что в регламенте четко не прописано, сколько нужно голосов для изгнания зала именно народного депутата. 150 или 226. Правые решили, достаточно и 10. Только не голосов, а человек. Для того, чтобы силой выдворить Симоненко с заседания. Програмные положения. Шановные коллеги, я прошу, заспокойтесь. Я зупинюсь. Я прошу, заспокойтесь, шановные коллеги. Шановные коллеги, я прошу, заспокойтесь, народных депутатов. Своего лидера взялись защищать однопартийцы. Вот вон свободу из зала, а ненормальных людей, которые законодательством здесь занимаются. Я вам не могу сказать, что вот эти правдорубы, они сами настоящие бандиты. И мы будем наставить, чтобы свобода не сидела в зале. Они в первую очередь должны быть депутатами Украины, а не депутатами Кремля. Рука свободовцев, которая выгоняла тех негодяев из зала, это не рука свободовцев, это рука возмущенного общества. Послушайте, что люди о них говорят и как они реагируют на коммуняк. Утихомирий депутатов получается у председателя парламента Александра Турчинова. Долгожданный закон, позволяющий распустить фракцию коммунистов, уже подписал президент. Завтра утром закон будет напечатан в голосе Украины, то есть он вступит в силу. И я выполню историческую миссию, объявлю о прекращении существования фракции коммунистов. Осталось сутки потерпеть эту фракцию. Свою работу депутаты продолжат в четверг. В Куларах поговаривают о возможном проведении закрытого заседания вместе с первыми лицами государства и силовым блоком правительства. Вера Свердлок, Анна Каменева, Александр Котельников, Владислав Плешаков, Андрей Коваль, БТБ. Президент Украины подчеркивает важность роли женщин в реализации мирного плана, выполнении миротворческой миссии и поддержке инициатив по урегулированию ситуации. Об этом Петр Порошенко заявил во время встречи с женщинами-народными депутатами, членами межфракционного объединения равной возможности. Глава государства рассказал им о своей встрече с матерями и женами военных, которые задействованы в АТО. И озвучил инициативу о создании для них горячей линии, которая будет работать при Минобороне. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт предложил направить полицейское подразделение до 50 человек для охраны места падения Боинга. Об этом он сообщил в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. По словам Тони Эббота, полицейские помогут обеспечить работу экспертной комиссии и сохранить доказательства. Украинский лидер, в свою очередь, сообщил, что террористы на Донбассе не прекращают преступные действия даже после трагедии с Боингом. И сегодня сбили два украинских самолета Су-25. Министры стран ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии назвали крушение малазийского самолета поразительным примером того, как эскалация конфликта может стать причиной бессмысленной гибели невинных людей. Об этом говорится в заявлении по результатам встречи, которая состоялась в Брюсселе. Они призвали все стороны воздержаться от каких-либо действий, которые приведут к эскалации. Министры осудили действия, приведшие к крушению самолета, поприветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции по этому вопросу и призвали к ее полной реализации. В Королевство Нидерланды из Харькова уже прибыли два самолета с телами погибших пассажиров Боинга. В стране объявлен траур впервые за последние 50 лет. Вместе с родственниками погибших в аэропорт прибыл король Вильям Александр, королева Максима и премьер-министр Марк Рутте. Напомню, сегодня в Харькове прощались с погибшими пассажирами Боинга-777. В церемонии приняли участие представители посольств Нидерландов, Канады, Великобритании, Индонезии, Австралии, Малайзии и Соединенных Штатов Америки. Боевики имели в распоряжении полученный из России ракетно-зенитный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит Боинг-777 компанией малайзийских авиалиний. Об этом в интервью агентству «Рейтер» рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходоковский. По его словам, зенитный ракетный комплекс пришел из Луганска, а до этого он якобы был получен самопровозглашенной Луганской Народной Республикой с российской территории. Впрочем, в кручении Боинга боевик обвинил Украину, которая, по его словам, спровоцировала использование этого вида оружия. И по последним данным на Тайване, в результате жесткой посадки самолета Translation Airlines погибли 47 человек, еще 11 получили ранения. Из-за тайфуна Матма пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в аэропорту Магуна. В результате самолет развалился на части и загорелся. По официальным данным, в самолете находилось 54 пассажира, в том числе четверо детей и четыре члена экипажа. Технический пакет документов для ратификации соглашения об ассоциации с ЕС готов. Теперь депутаты ждут безотлагательного внесения документов в парламент. О перспективах и особенностях его принятия расскажут наши журналисты. Технический пакет документов для ратификации соглашения об ассоциации с ЕС готов. Об этом сообщил глава Евроинтеграционного комитета Верховной Рады Григорий Немыря. Теперь депутаты ждут безотлагательного внесения документов в парламент. Крайний срок – 12 августа. Политик уверен, голосование по нему будет лучшим ответом Украины на агрессию России. Я абсолютно убежден, что мы соберем более 300 голосов. Это лучший ответ и лучшая антитеррористическая операция. Это именно то, чего не хотел Путин, начиная агрессию против Украины. Подписав это соглашение, мы дадим четкий ответ. Ни силой, ни манипуляцией украинский народ нельзя сломить. Это цивилизационный выбор Украины. Однако не все так просто, уверяют эксперты. Необходимо, чтобы парламент не просто ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, но и создал специальный орган, который возьмет на себя все вопросы по евроинтеграции. Ни в одной стране нет позитивного опыта без создания эффективного органа координации. Этот орган может называться Бюро Европейской Интеграции. В некоторых странах, по-моему, в Грузии, он имеет статус министерства. В Польше это был секретариат, который состоял знаете из кого? Из студентов. Но что важно, когда есть команда людей, которые днями и ночами занимаются только этим. Также необходимо принять национальную программу имплементации соглашения. Ведь на данный момент наше законодательство не до конца соответствует европейским нормам. Депутат Ирина Герасченко настаивает на том, что сегодня мы должны сделать все как следует, выдержав все процедуры. Я хочу подчеркнуть, что без процедуры и регламента принимался только один международный документ под названием «Харьковские соглашения», который наши украинские дипломаты увидели уже после российских журналистов, а депутаты в глаза не видели. И чем закончились Харьковские соглашения? Мы все с вами видим и расхлебываем до сегодня. Заместитель главы администрации президента Валерий Чалый говорит, что Украина идет по графику. А вот форсировать ратификацию не стоит. Протолкнув сегодня без соответствующей поддержки реализацию соглашения, одну только ратификацию, мы теряем в действительности около половины миллиарда гривен, 560 миллионов, которые могли бы пойти сегодня на нашу армию. Это 100 тысяч бронежилетов пятой степени защиты, которые могут спасти наших людей. В любом случае в администрации президента уверяют, этот процесс затягивать не будут. И до 15 сентября Украина ратифицирует соглашение с Европейским Союзом. Виктория Попович, Алексей Ремнев, БТБ. В первом полугодии 2014 объем предоставленного Национальным банком рефинансирования составил 120 миллиардов гривен, что в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом в интервью изданию «Финмайдан» заявила глава НБУ Валерия Гонтарева. По ее словам, эти цифры сами по себе опровергают утверждение некоторых игроков рынка о сложностях с получением рефинансирования. Валерия Гонтарева подчеркнула, что все финучреждения, которые имеют ликвидные активы, могут при необходимости получить средства от Нацбанка. Отказы могут быть связаны исключительно с отсутствием у банков качественных активов. Как пример, глава НБУ привела тендер, проведенный 16 июля, когда рефинансирование на общую сумму 5,2 миллиарда гривен получил 21 банк. Напомню, средства выделяли под залог облигаций внутреннего госзайма. Говорить об ужесточении или финансировании в этих условиях по меньшей мере некорректно. Если НБУ соглашается выдавать кредит банку, то делает это лишь под залог активов. Но у всех кредитных учреждений ситуация разная. У некоторых мало хороших активов, которые НБУ может взять в залог. Поэтому говорить, что кому-то не дали кредит, потому что не захотели, я бы не спешила. Нужно разобраться, а были ли в таком банке ликвидные залоги для получения денег. Валерия Гонтарева, председатель Национального банка Украины. Слушания по иску «Нафтогаза» против «Газпрома» в стокгольмском арбитраже начнутся в ближайшие недели. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев. Ныне завершают технические процедуры. В иске содержится требование взыскать с «Газпрома» переплату за газ, который российский монополист поставлял Украине с 2010 года. А это 6 миллиардов долларов. Как известно, в июне «Нафтогаз» Украины подала иск в Международный арбитражный суд с требованием к России установить для Украины справедливую и рыночную цену на голубое топливо. Сейчас проходят процедуры определения арбитров и урегулирования других формальностей. «Нафтогаз» со своей стороны делает все возможное, чтобы эти процедуры шли максимально быстро. Но мы все должны понимать, что если вторая сторона имеет право потратить на определенный процесс 5 дней, и она хочет их потратить, нет возможности ее в этом ограничивать. Мы надеемся, что эти процедуры будут закончены в ближайшие недели и начнутся слушания по существу. А мы делаем все, чтобы узнали все новости о том, что происходит в Украине и в мире. Спасибо, что вы были с нами. До встречи в 23.00. До встречи в субтитрах.